А дорога такая простая, простая как ребус будних. Дорога пропахла июлем, дорога в снегу как март. А финиша нет и не будет, а финиша нет и не будет, а финиша нет и не будет. Есть только старт. Архивные кадры. На них мотобольная команда «Металлург» – образца 1982 года. Среди игроков можно увидеть и тренера Валерия Нефантьева. Но его старт начался намного раньше. В далеком 1969 году из Красноярского края Валера приехал покорять Москву. В принципе, приехав, конечно, в город Видно и в Москву, я не собирался, если честно, играть не в мотобол, не заниматься мотоболом, а чисто мотокроссом. Ну, я, конечно, нисколько не жалею абсолютно, что моя жизнь сложилась именно вот так, чтобы появилась команда «Металлург». Она и меня как личность воспитала, и команда стала великой, стала великой. Сегодня «Металлург» – лучшая команда страны. Когда же ее создавали, а это был 1972 год, на мотобольном небосклоне светили другие звезды. Но бюро райкома КПСС и директор московского коксогазового завода еще тогда поставили задачу правильно. В пятерочку надо попасть, там, Листа, Полтава, Черкеста, такие команды великие. Он нам всегда говорил, а что, у них четыре ноги, что ли? Такие же мужики играют. Сколько тренируетесь? Два раза, значит, четыре надо тренироваться. И вот с тех пор, как направление пошло, то «Металлург» борется за первое место. Валерий Георгиевич требует, чтобы был результат, и не второе, не третье, а только первое место. Меняются поколения игроков, но неизменными остаются в «Металлурге» только две вещи – победа команды и ее бессменный тренер. Как тренер он состоялся в большей степени, нежели как игрок. Он организовал систему тренировочного процесса, такую, которой не было в стране. То есть она была им, методика, разработана. Уникальная тренерская методика, хорошая техническая база, да и множество других причин позволили «Металлургу» достигнуть небывалых высот. Как говорит сам Нефантьев, просто мотобольная семечка упала в хорошо сдобренную и плодородную почву Ленинского района. Я когда начинал играть в мотобол в 65-м году в Красноярске, и листа была, и листа, великая листа была команда, комета, она была девятикратным чемпионом Советского Союза. И я в то время, когда я играл еще за Красноярск, потом начали за «Металлург», я думал, что рекорд и листы, она была девять раз, никогда никто не перекроет. Вот это мое воспоминание. А мы в этом году стали 30-м, поэтому больше никого не было. Был Ковров, Ковров был семь раз чемпионом Советского Союза. Мы в этом году 30-й. Поэтому, видимо, навряд ли кто уже догонит когда-либо. Нас не догонят. Эти слова точно про команду «Металлург», да и, пожалуй, про самого Валерия Георгиевича. Кроме спортивной карьеры он еще занимается и политической деятельностью, являясь заместителем председателя Совета депутатов Ленинского района. Надо отметить, что впервые жители выбрали Нефантьева депутатом в 96-м году. С тех пор он не покидал депутатский корпус. 20 лет это, мне кажется, депутатской деятельности. Наверное, не каждый может похвастаться. Ну, естественно, это все из-за того, что у Валерия Георгиевича есть замечательное качество, когда он подходит к каждому делу ответственно. И вот уже на протяжении 20 лет жители, его избиратели, они доверяют ему. И Валерий Георгиевич, я считаю, что он оправдывает их надежды, потому что за что бы он ни взялся, он обязательно доводит до конца. Валерий Георгиевич успевает во всем и везде. С утра лыжная пробежка вместе со спортсменами, в обед заседание рабочей группы в Совете депутатов, а ближе к вечеру надо заняться делами родного коллектива. Он нам отец родной. За каждым словом идем к ним, обращаемся, никогда ничего не отказывает. Все делает для того, чтобы мы были радостные в жизни даже. На все эти заботы хватает сил, задора и желания. Желание жить насыщенной жизнью, такой, что 20-летние позавидуют. Он сибиряк, настырные они. Это первая сибирская закалка и второе, на мой взгляд, он очень серьезно относится к себе в лыжи, плавание, занятия спортом в теннис. То есть он конкретно работает над собой, поддерживает себя, чтобы вот так выглядеть. Когда узнал, что 70 лет, я не поверил. Я думал, ну, максимум 55-57. Хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы наш клуб его никогда не подводил, радовали только победами. Ну и, безусловно, он нас своим здоровьем всегда радовал. А дорога такая простая, простая, как ребус будний. Дорога пропахла июлем, дорога в снегу, как март. А финиша нет и не будет. Есть только старт. Елена Бабина, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.